У нас было всего три вуза, но это были самые настоящие вузы, из них высокого уровня. Два военных училища, которые кололи кадры для советского БМФ, и приборостроительный институт, но это настоящий приборостроительный институт, в котором были специальности, все приборостроительные специальности. Самое главное, что были потребители этих специалистов, в основном потребители были здесь же в городе. У нас крупнейшим предприятием здесь был Севморзавод имени Аджиникидзе, ровесник города, который занимался обслуживанием флота. Вообще это была самая крупная в мире военно-морская база с количеством 700 вентилов, соответствующим количеством работающих. Был МПО «Мусон», который занимался производством средств связи морского базирования. Был завод «Парус», приборостроительный завод, был завод «Маяк», НПО «Электрон», вертолетный завод. После известного развода событий начала 90-х, и поначалу говорилось, что вроде бы это СНГ, и мы останемся друзьями, у нас будет какая-то единая позиция и политика. На самом деле все это, вы знаете, оказалось не так. Я хорошо помню времена, начало 90-х, причем не сразу случилось в 91-м, это где-то год 93-94 был, когда стало понятно, что Украина стратегически марширует совсем не туда. И начался массовый перевод этих мощностей в Россию. В итоге СНГ практически перестал существовать. НПО «Мусон» очень в ограниченном виде существует. Парус закрылся, вертолетный завод лежачий. Ну вот как бы такая ситуация. С другой стороны, я знаю, например, что оставшийся завод Черноморского флота, 13-й завод, на сегодня перегружен заказами, не в состоянии справиться с тем объемом потребностей, которые есть. Насколько я понимаю, вообще рынок, если есть заказы, то же, как бы, сделать их всегда найдется кому. Проблема здесь состояла в последние годы в том, что Украина делала все возможное, чтобы состав Черноморского флота не увеличился и накладывал серьезные ограничения на судоремонт на имущество. Вот я думаю, что в случае, если референдум примет правильное решение, то, наверное, мне хотелось бы верить, что появятся новые возможности для реализации этого потенциала, человечества, прежде всего, потенциала, который традиционно есть в Стополе. Для возрождения вот этой приборостроительной судоремонтной отрасли. Вот вы можете как-то это прокомментировать? Есть ли, как вы это видите со своей стороны? Алексей Михайлович, я как представитель Старственной Думы и заместитель представителя комитета по промышленности в Госдуме, который в том числе ведет вопросы и оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества, хочу вам и, в общем-то, моим коллегам официально заявить о том, что в случае вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации ситуация резко изменится, резко изменится в лучшую сторону. Почему? Потому что в России принята программа до 2020 года перевооружения предприятий оборонно-промышленного комплекса и развития дальнейших смежных связей с нашими оборонными предприятиями, соседями. И в этом плане, значит, Севастополь будет как бы на острие. Здесь мы знаем о том, что, да, я хотел бы сказать, что выделено, запланировано правительством России выделить свыше 23 триллионов рублей для перевооружения армии, флота и поддержки предприятий. Из них 3 триллиона будут прямые инвестиции в перевооружение и техники, и оборудование, закупка или развитие, значит, станочного парка и так далее. И мы изучали вопрос по Севастополю. В частности, понимаем, что в связи с тем, что Черноморский флот будет развиваться, действительно, сейчас заказано и на стапелях делаются новые корабли, нужно резкое расширение ремонтной базы. Мы прекрасно знаем, что 13-й завод действительно перегружен и не справляется. И с учетом будущих потребностей потребуется действительно реанимировать Северморозавод на хорошем уровне. И Российская Федерация будет готова вложить хорошие инвестиции, триллионные инвестиции, соответственно, и будет количество работающих людей больше, количество возрастет зарплата, потому что все будет переходить на систему взаимодействия с Российской Федерацией. Программа перевооружения флота реализуется, осуществляется, и нам действительно не хватает своих мощностей. И здесь просто не воспользоваться мы не сможем. Мы обязательно воспользуемся развитием Северморозавода, зная, что это одна из лучших и колоссальных инфраструктур здесь, на Черноморском побережье, и фактически в целом во всей Европе. Второй вопрос, о котором я хотел также официально заявить, о том, что мы заинтересованы в развитии системы связи морского базирования, потому что расширение наших военных и гражданских судов, количество судов, количество коммуникаций, в том числе связанных с системами и слежения, системой ГЛОНАСС, которая в России сейчас прогрессирует, все будет упираться опять же в развитие этой базы. И мы фактически то, о чем вы говорили, по поводу НПО «Муссон», значит, заинтересованы в дальнейшем в развитии этого направления. Тут есть еще один немаловажный фактор. Сегодня есть хорошие кадры, есть приборостроительный институт, который называется Национальный технический университет сейчас. Преподавательские кадры остались, но факт состоит в том, что выпускникам, в частности радиотехническим специальностям, по большому счету некуда идти работать. Тогда давайте к нам. Нет, к вам не надо, хорошо бы нам у себя остаться. Алексей Михайлович, вот вы сказали, у вас 800 вымпелов, да, у нас в Мурманске 1200, потому что у нас Краснознаменный Северный флот. Это было. Было, да, это было 800, да, плюс Рыболовецкий флот у нас было около 600 вымпелов. Конечно, ваши специалисты вот в области радиотехники, они… Очень прекрасная школа. Да, очень котируются у нас и на Северном флоте, и в рыбацкой общественности. И я так думаю, что впереди, если будет, конечно, хорошая перспектива развития, вот, хороших связей по судоремонту, по обслуживанию судов, у нас прекрасные заводы есть, Нерпа, есть «Звездочка» в Архангельске, в Мурманске. Просто ваши специалисты будут востребованы, просто надо это поддерживать. А нам даже здесь начать, наконец, использовать наши специалисты. Давайте здесь и там, потому что оборона, вот правильно сказал Сергей Павлович, что порядка 20 триллионов рублей, даже больше, выделяется сейчас на оборонный комплекс России. И я думаю, что мы должны немножко развивать нашу технику, в том числе и военно-морских силах. В Мурманске это здорово ощущается сейчас. В дальнейшем, после случая присоединения, естественно, я как зампредпромышленности буду курировать это направление и, значит, лично буду заниматься вопросами, значит, развития промышленности, оборонной промышленности, и вот то, о чем мы с вами говорили, по двум направлениям. И также еще вертолет строение. В вертолет строение мы заинтересованы, знаем, что... Есть, есть, вертолетный завод есть, но тоже в таком состоянии. Ну, вот будем преодолевать это. Сейчас, слава Богу, в России есть ресурсы, возможности. Мы всегда были как сообщающие сосуды, как одно целое. Но вот на какое-то время они были временно закупорены, эти сосуды. Я думаю, сейчас они будут откупорены полностью. Как единое целое будем развиваться. Те решения, которые принимаются в России, связанные с оборонкой, они не были связаны вот с событиями на Украине. И сейчас, я так полагаю, что они еще больше подтолкнут к тому, чтобы, может быть, увеличить суммы, может быть, взять под контроль, под жесточайший контроль, потому что и у нас-то тоже есть вещи, которые такие неприятные и которые до конца не решены. А то, что касается оборонки, то сегодня со сменой министра обороны, да, сейчас Шойга у нас министр обороны, к армии поворачивается лицо. И перемены, которые происходят в армии, они, в общем-то, достаточно позитивные. Во-первых, заработную плату увеличили. Во-вторых, здесь мы отчетливо ощущаем разницу между зарплатой военнослужащей Черноморского флота. Кстати, я добавлю, Володя, что, значит, естественно, и при вхождении зарплаты на предприятиях вырастут как минимум в два раза. Ну, известно, что уровень зарплат в России в среднем в два с половиной раза выше, чем на Украине. Поэтому, да, надеюсь, что это будет... Сейчас у нас в Государственной Думе во втором чтении на той неделе мы рассмотрим законопроект, позволяющий офицерам служить на пять лет больше. По желанию они могут оставаться на службе. Сегодня мы понимаем, какое положение с трудоустройством. Мы, значит, предоставляем такую возможность для военнослужащих. Еще хотел бы, может быть, заключение сказать, что нужно, конечно, хватит половинчатых решений. То, что Верховный Совет Крыма принял решение четко и ясно. Или в Российскую Федерацию, полноправным субъектом. Или в старую, значит, на Украину, где фактически это неравные партнерства и так далее. Ну, народ должен принимать решения. И я думаю, что Россия, понимая значимость Крыма и Севастополя для себя, как для страны, а это была всегда единая целая. Сейчас бы узнали, допустим, Екатерина Великая императрица, или Александр Второй, наш покойный император, или даже Сталин и Брежнев, что, значит, вот такая вот ситуация, что он отделен от России, они просто в гробу перевернулись. Поэтому нужно восстанавливать историческую справедливость. Если наши предшественники совсем недавно сделали ошибку, эту ошибку нужно исправлять. И исправлять ее именно народным волеизъявлением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова